Генерал Рудик Бакинский Как сложилась судьба армянского вора в законе, вступившего в противостояние с самим дедом Хасаном? Знаменитый армянин Рудольф Сергеевич Аганов, известный также как генерал Рудик Бакинский, вошел в историю как один из самых опасных воров в законе из эпохи лихих 90-х. Рудольф Аганов появился на свет в Баку, города от которого позже, и получил свое воровское прозвище. Происходил из большой многодетной армянской семьи. Кроме Рудика в семье было еще четыре сына, и кстати, трое из братьев Агановых стали ворами в законе, сам Рудольф, генерал Рудик Бакинский, Александр, Сашик Бакинский и Владимир, Вачико с шестипалой. Уже с юных лет Рудольф свернул на скользкую дорожку. Пошел по криминальному пути. И получил воровскую корону всего в 24-м года, находясь в родном Баку. На дворе стоял 1971 год. Аганов быстро сделал себе мощную карьеру в криминальном мире. И оказался стал одним из лидеров воровского сообщества СССР. За свою влиятельность получил звучное прозвище генерал Рудик Бакинский. Вместе с братьями Рудик создал невероятный по силе конгломерат. Брал под свое крыло армянских предпринимателей по всей России, обеспечивая им покровительство и защиту от царившего тогда беспредел. Рудик Бакинский прославился и одним из самых пышных дней рождения в истории воровского мира. В декабре 1997 года, на свой 51-й день рождения Рудик пригласил повеселиться. Прибыл чуть ли не весь цвет российского криминала той поры. Приехали даже самые крупные чиновники и депутаты. На шикарном празднике пела сама звезда шансона Любовь Успенская, известная прежде своим романом с другим армянским законником, Сво-Рафом, Рафаэлем Багдасаряном, предшественником Рудика по влиятельности. Перед публикой выступал и легендарный армянский юморист Карен Аванесян. Война с Дедом Хасаном. В 1990-е годы Рудик Бакинский попытался закрепиться на Кавказских минеральных водах и в Краснодарском крае распространить свое влияние на Северный Кавказ, традиционную вочину самого Деда Хасана. Все это привело к большой войне между Рудиком и Дедом Хасаном. Развернулись жесткие боевые действия, чьего конца не увидели до 200 человек с обеих сторон. Ареной битвы криминальных титанов оказался почти весь бывший СССР, Россия, Украина, Узбекистан и так далее. И даже во французской Ницце громыхало. Фактически весь воровской мир СНГ 90-х тогда разбился на два больших лагеря, одни законники поддержали Рудика, другие – Хасана. Сам Рудик обвинил перед другими законниками Деда в растрате средств общака – 850 тысяч долларов, собранных армянскими авторитетами, в коронации – за большие деньги бизнесменов и спортсменов. А также в торговле запрещенными веществами – производстве нелегальной водки из поляного спирта, считалось неворовскими занятиями. Хасан от пояснений отказывался, чем моментально поставил свой авторитет под большие сомнения. А сам Аганов едва не провел на очередной сходке – раскоронацию – деда-точка Хасана спасали лишь его огромные деньги и связи. Точкой в конфликте между Хасаном и Рудиком поставлена была 11 февраля 1999 года. Аганов, которого невозможно было достать на его базе в Пятигорске, имел неосторожность прибыть в Москву без надлежащей охраны. И тогда в подмосковном придорожном кафе его встретили сразу шесть боевиков с автоматами. Его огромная империя оказалась быстро захвачена дедом Хасаном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok